Существуют украинцы, при нами, по крайней мере, две версии освобождения из рук, с лап террориста Путина, наших политвязнь, политзаключенных украинцев, героически, которые отбывали там эту хрень, отсидку незаконную, ну, а что от террориста можно ожидать. То есть, по крайней мере, две версии в фабулярном измерении. И для того, чтобы знать механизмы, которыми руководствуется как наша сторона, как европейская сторона, хотя мы тоже европейская сторона, еще больше европейско-проевропейская, чем сами те европейские нафиг стороны, сученные больше под Путиным, которые находятся, ну, они как бы считаются Европой. То есть, зная эти механизмы, легче понимать суть этих событий, происходящих и впредь. То есть, две версии, я имею в виду версия голландской стороны, нидерландской, политиков, там, следователей, ну, у тех следователей есть свои начальства, у начальства есть свои начальства, и украинской стороны, современной, теперешней, не рашеновской. Нормальной стороны. То есть, realize yourself. Представьте себе, вот сидят в Голландии, вот эти следователи, нога за ногу, на стол перекинутые, читают там ньюспейперы, там, где проходит информация туда-сюда, и вот они хопаньки, и прикидывают. Сейчас, оказывается, ньюс такой появился, который гласит о том, что украинская сторона, у украинской стороны появился такой ЦЭМАХ. Свидетель всего того, что отбывалось с малазийским Боингом, который сбил Путин через своих террористов. И свидетель, тот, который может все это документально документировать, и даже не прилагая общих усилий, этот ЦЭМАХ, возьмет и засадит Путина, будет все сделано, щеки-пики, гра-га, шмага и тому подобное. Это супер, вот он, вот они лычки, вот она карьера, вот с такими великими политиками, так судят голландские страны, это детективы и инвестегейторы. И уже на крыльях счастья летят в Украину, допрашивают, что давайте же, вы же в Европу хотели, давайте же там нам теперь ЦЭМАХ. То есть в их представлениях, значит, где-то там сидел этот какой-то типа бухой ЦЭМАХ, шли случайно там или не случайно украинские там спецслужбы как-то там оказались. Они сказали, о, ЦЭМАХ, привет, а да, то я, ну пойдем, поехали к нам, если что там, что там расскажешь, ну поехали на заваленьки. И вот так вот ЦЭМАХ оказался в руках украинских спецслужб. А ну-ка, айда, парни, давайте мы его сейчас привезем, они ж нам поклоняются, мы ж Европа, они ж там только в двери к нам стучатся, мы там решаем, в НАТО им идти или нет, кто чьи картины украл, дозволяем, не дозволяем. Сейчас мы их, Баренька, прижмем, давайте нам ЦЭМАХа, а какие-то ваши обмены, да нафиг вам ваши обмены, нам главное закон, демократия, справедливость, которую нам этот ЦЭМАХ утвердит. Вот одна из версий этих долбаных, долбанутых, обдолбанышей, обкуренышей голландских политиков, потому что следователи же под политиками этими находятся. Вот так они летят, летят, пролетели, а тут факов, ребята, что же вы раньше-то думали, когда нас не брали в НАТО, когда чморились, когда выдумывали всякие претексты, когда ваши долбаные обдолбыши голландские фирмы строили Путину мост керченский. Вот строили, идите дальше нахер строить, придурковатого. Ну и другая, вторая версия, наближенная также до реалиев наших, современных. Значит, приходит Владимир Зеленский, президентурик власти. Ему належат, ему принадлежат по конституции силовики, там СБУ, контрразведка и тому подобное. Значит, что он логичнее всего должен сделать с ними? Да не то, что распустить. То есть он к ним приходит и говорит, ну что, ребятки, как вам было за Порошенко топить меня, топить всю работу вообще нормальной, до которой мы докатились с вашими смердячими минскими годами, с вашими работами на офшоры Порошенко и тому подобного всякого. Эта хрень, она уже все, никого не интересует. Теперь по одному на выход нахер валите нафиг. Вы крысы, щуры там, тараканщики. Перед выходом вытряхивайте, что там у вас в карманах, в офшорах завалялось. Все это мы будем на фонд бедных отдавать. Давайте швыдко нафиг пошли. И тогда силовики, чувствуя, еще, наверное, перед вторым туром уже такой приход, вернее, отход, несчастливый, анфочный, такой анфочный, несчастливый конец их счастливой рашеновской коррупционной карьеры. И говорят, что, ну вы понимаете, господины президенты, паны, шановные, мы знаем одно, у нас есть такая пропозиция, от которой вы точно не можете отказаться. Да? Ну что это такое? А вот слушайте, смотрите, мы же знаем все связи. Мы там просидели, пробухали с этими ваташками, всякими сепарюгами уже долгое время. Мы их изучили, мы их инфигилировали, мы сняли их, все на что они гора, с и тому подобное. То есть мы знаем их подноготнюю, и теперь самый интересный момент, то есть от этого предложения невозможно отказаться. Мы выкрадем такого типажа, за которого за одного путятина отдаст все, что захочет. Вам нужно что? Вам нужно то, что вы обещали перед выбором. Освободить политзаключенных первым этапом, и вторым там уже будет видно. То есть в Семах это и есть игла Кащея, которая поможет освободить наших политзаключенных. Даже такую фигуру, известную как Сенцова, мы сможем выправить вот этого хряка, барыги, ошибки, которые мы сами понимаем, ну не мы же командиры Рошеновский, а Рошеновский наш командир, то он загнал этих моряков туда в пасть, говоря, что это нейтральные воды, да, ну давайте всех парахоботов соберем туда, и в эти нейтральные воды на экскурсию отошлем на какой-нибудь полувоенной барже. И пускай они там сидят и забудем про них. То есть, понятное дело, что Путятина тоже ж не дурак, но очень хонорливый, очень понтовитый, нарциссический, селфишнес и тому подобное. И он решил как бы блефануть, типа, да ну выкрали так выкрали, что мы там рыпаться, кто вы там такие, на что вы способны, он все равно ничего не скажет. Потому что если он скажет, его судьба будет примерно такая же, как и у Литвиненко, у Скрипалей, а спецслужбы, то ли британские, тем более голландские, какую защиту они могут Семаху дать? Если они не могут дать защиту там тысячам своим гражданам, которые алькаетские там группировки у себя там в Голландии и в других европейских странах творят, что хотят, то о какой защите? То есть даже на дом Скрипаля не поставили, или рядом наводящие камеры, там где было бы видно явно, кто подходит и по ручкам там что-то молюет. То есть, ну как бы подождем, он подумал. Вот так два месяца, а наши спецслужбы ж уже на вострях, они ж не хотят уйти просто так, unfortunately. И они ж решили тоже немножко сыграть. Ну, а может и не сыграть. То есть, если бы Путятина не согласилась, то Семах был бы там, что бы там сказал, не сказал бы, ну, по крайней мере, он начал бы, его бы там примусыло бы, принудыло бы. Эти, значит, голландская сторона, там Гаага все-таки дали убежище, сховали так, что никакой Путятина его бы и не нашла. И тогда, может быть, он бы и заговорил. То есть, то, что он бы там сказал, не так столь важно. Важно, что он бы сказал бы, и это было Глория, что поймали за хвост террориста Путина. И теперь вот этим всем, этим судом его тягают, как котенка по углу, по углу, где ты нагадил террорио. И вот эти два месяца украинские спецслужбы начали ему, да мне мывать, начали ему понимание, ему втюхивать, что, ну, вот приехали, допросили чуть-чуть там голландские следователи. Следующий крок, если ты не согласишься, будет Гаагский трибунал и все Путятина, Аривидерчи. То есть, вот такой вот покерок, покерище, правда, не люблю карты, лучше, например, шахматы на такую двойную вилку, двойное задержание конем, ему предоставили Путятину. Или Гаагский трибунал, тягание, как котенка по всему миру, позор и тому подобное. Или отпускай террорио наших политзаключенных. И оно, вот это вот путятинское чудо, которое само себе объявило рай, а остальным, как бы, неверным ад, оно врубилось наконец-то, что его вот эта райская дьявольская сущность в одно время просыпается, а тут ему украинские спецслужбы сделали вот такой райский уголок, Гаагский трибунал. И он прикидывает, конечно, взвешивать начинают свои головицы. С одной же стороны хочется поблифовать, потянуть время, что он же не всрался, не обосрался. А ему украинские спецслужбы говорят, да ради бога, у нас время есть, у тебя тоже есть. Сенцов ждал и то больше, чем ты. У тебя есть немножко времени, конечно, можешь его потянуть, покуда нас голландская сторона окончательно не расслабит и скажет, ну, мы вам можем еще лучше предложение, мы проголосуем за то, чтобы вы, Украина, вошла в НАТО, еще что там, бабла дадим вам, только давайте этого цемаха. Можешь путятином время потянуть, у нас всего хватает для торгов. И он сломался, он дал заднюю. Как говорят о Кадырове, который сначала на ты понес там на иудеев, а потом дал заднюю. То есть вот такие они беспринципные типажи. То есть они беспринципные задницы. И тогда путятина поняла, что, ого-го, что, не только я могу вот так вот с миром обращаться, а и украинские спецслужбы выросли на такой уровень, что могут копать и дать. Тем самым местом, по тому же самому месту, таким же самым образом, как и он творит с миром, что хочет. И он, кстати, тем самым образом, или таким самым образом, ну, никак не унизил Россию. Потому что существует только две России. Одна Россия в его больном воображении и его шавок. Ну, и его примитивного электората. Что есть, то есть. И другая Россия, нормальная и прогрессивная Россия, которая это та нормальная, здравомыслящая Россия, только приветствует такой шаг, такую проделку, можно сказать, украинских спецслужб, которые вынудили эту путятину со своим больным, шизофреническим, так называемым, раем, наверное, он попадет в Гундяевский рай. Они только рады, они только за, они только держат кулаки за украинские спецслужбы, за украинских силовиков. Потому что только украинские силовики способны эту Россию, их матушку, урятоваты, спасти от этой огненной гиены путятишной. Ну, естественно, не только украинские силовики, спецслужбы и так далее, а и армия украинская. Ну, армия украинская подчиняется политикам, которые выбирают народ. Ну, народ же, естественно, не только по силе патернализма, а и по природной, по инстинктам, по силе. Выбирают сильных правителей, сильных руководителей. А кто этим руководителям обеспечивает силу, вместе с силой страны и народа? Силовики, естественно. То есть не те силовики, которые, как ментура, раньше носили бутерброды в карманах, или как сейчас некоторые подражают этой херне. А те силовики, которые способны, будут и вообще способны отразить любую агрессию, даже такого диверсанта и террориста, как Путятину. Вот за того они проголосуют. То есть у Ющенко были шансы, он обесрався, просрал, продал свои шансы, своей слабости, чмородностью. Порошенко продал все шансы свои, своей барыжной сутью, продажной тоже. Вот теперь уже первые шаги, пару месяцев, а мы уже видим результаты. Что кое-что, за что можно гордиться, это обретение чувства гидности. Не чувства понтов над другим народом, над славянским народом и эксетчера. Вообще понтов каких-то там чаморжных, постсовковых. А просто способность президента, способность силовиков отстоять. Свой народ, свои семьи, свою нацию и тому подобное. То есть в чем сила силовиков? Ну, естественно, в их силе охранять, отстаивать свой народ даже ценой своей их жизни. Но обычно бывало все по-другому. Как и при Совке, тогда когда 2 миллиона только военнопленных, тогда когда не только в Украине встречали армию вермахта с цветами и хлебом с солью, а и в России, и первых 2 миллиона, потом во Власовскую армию пошли обычные россияне, потому что их стерроризировали, эти долбаные силовики сталинского режима и тому подобное. И плюс полная деморализация армии. Вот этот был результат этих долбанных коммуниатских силовиков. Тот же результат силовиков Януковича. Тот же результат силовиков Никакого Ющенко. И почти что результат силовиков Порошеновских. И вот только 2 месяца как результат уже силовиков, можно сказать, Зеленского. И, конечно же, рыга, тошнотворно, противно смотреть на это порохобитье перехибитого, порохоботов. На то, что они даже не удосужатся, это же надо такую чмошную совесть иметь, не удосужатся даже не то, что там порадоваться, хотя бы доброе слово сказать в адрес новых силовиков, не Рашиноботовских, те, которые удосужились проделать такую нелегкую работу, рисковую и очень опасную, по позволению наших бранцов военных и не только военных. Это подтверждают и наши джерела в украинской контрразвитии. 27 червня важливого сведка вывезли на подконтрольную территорию. Під час операции втратив життя бойец Збройных сил Украины. И мало того, при операции взятия этого террорюги Цемаха погиб наш боец служб специальных. Хоть его-то упомяните в этой всей истории. Будут ли его данные оприлюднены, так как за ним, ушедшим в мир иной, все-таки стоит семья, близкие его, чтобы не рассекречивать, потому что все-таки идет война, а не парахобоцкие цютюрки, пиндюрки, как у ватников. Политзаключенных, которые думали, что они будут бороться там, рискуя своими жизнями, бороться там то в Крыму, то еще где-то. А это не ценят, вот это парахоботье, потому что эти шизотворики, они ценят только свои смердячие чмошные грамотки из говна Рошеновская. Медальки, заслуги, похвалы. Вот это примитивное, дименционное развитие этих людей. Они не способны даже порадоваться, что вышли на волю, таки, наконец-то. Или они думали засудить его в трибунале Гаагском. Они хотели вместе с этими придурковатыми спецслужбами Голландии, которые позволяли, дозволяли своим долбаным фирмам, будуватые, строить мост Керченский вместе с Путятиной. И никто их не арестовывал, все нормально. Эти спецслужбы голландские им дозволяли это все делать. Что это за спецслужбы? Это те же мусорятины с бутербродами в карманах, которые способны ловить только сыкающих сыкунов по паркам и шмонать их на бабки, что они нарушают что-то. Вот такие точно, в принципе, и спецслужбы Голландии, которые позволяли своему же бизнесу, это же не надо ехать, дозвол в каких-то странах спрашивать. Вот свой бизнес нарушает такую херню. У них почти 300 человек, их граждан погибло в путятинской террористической атаке на них, теракте. А они строят с этим путятином мост Керченский. То есть, ну, Каддафи тут даже и рядом не сидел. То есть, чистый деграцион налицо. Они вот это способны плакаться на крови убитых. А убитых где? В чем? В котлах. Убитых в предательстве. Убитых в пофигизме. Как это было в 1918 году, когда только крутяны вышли. Вместо этих имбецилов, которые сидели, а также и в вышиванках сидели, бегали верши, расповидали всем, какие они, блин, проукраинские патриоты. Но никто не вышел, кроме крутян. Также в 1914 году на Майдане штурм. А эти мерзоты сидят, кофеек попивают в барах. Никому нахрен ничего не нужно. И тогда, когда штурм Майдана 20-го уже произошел, смыли кровь, гарь, начали убирать. Тогда на этом месте Майдана, на крови Майдана, так же, как и на крови Иловайска, и на других кровях, появляются тысячи, тысячи, уже миллионы, они скачут, и мы тут Майдан, мы про, мы про тех, которые уже как бы новые проходят по власти, при власти, до власти, чтобы вылизывать им жопы. Вот суть, это Порохободская. Плакаться, медальки, жопу вылизывать в власти, и говорить, что это мы на мученичестве, вам, власти, сделаем еще больше преференции, и рейтинги вы наберете больше на этом мученичестве. То есть, они свою сраку поставлять под это мученичество не хотят, чтобы другие погибали, а они загребали грамотки, срань и бабки на офшорах и тому подобное, на этом мученичестве. Вот суть, к сожалению, огромного вот этого Порохободства. Ну и не только Порохободства, подобным им поведенческим структурам бихевиоризма примитивного, примитивного, эмпирического влачения вот этой своей жизненочки. И такая ситуация, естественно, происходит и существует во многих странах. Но в такой кучности, это только у нас, наверное, ну, постсовки, нужно с этим бороться, естественно, не только нам, а и всему постсовку, чтобы они друг с друга брали пример, и как при совке было соцсоревнование, пятилетка, кто лучше, быстрее, положит, кинет, произведет всякого товара, общепита или ширпотреба. Так, в принципе, и тут нужно соревноваться всему постсовку, кто лучше, больше и быстрее победит этот совок, эту чмошность в генах, засевшую, которая мешает нам всем нормально жить, развиваться в христианских канонах, принципах, и нормальной демократии не чмошной, не продажной, и не ЛГБТшной, и тому подобно ТЭшной. Ну и не менее, естественно, а наиболее рыга-хряковская и противная, огыдная в этой истории сыграла, конечно, хрень вот эта зажиття, вот эта платформа рыга-медведчуцкая, хрень, ну, мерзотней, и мерзопакостней, и чмошней. Она даже не сравнится здесь с Парахабатилом, потому что главный основополагатель в этой истории это, во-первых, международные усилия, не те международных этих голландских носителей бутербродов в своей кобуре, сливших следователей, а и санкции, давление нормальной международной спинноты на эту путятину, и самое же главное, силовики. А они, вот эти медведчуцкие рыга-чмыри, говорят, что это из-за того, что они поехали к путятине, что-то там договорились, и на всем этом фоне, на тупых имбецилоэлекторатных ихних, они будут всему миру торить, что вот они борются против рынка земли при такой-то Украине, при такой-то Украине, которую они сделали с Януковичем, до этого кучмой, и всякой роготнёй, продажной. Вот с такой Украиной, то, что они сделали, естественно, против рынка земли, но они и этим будут натирать, наезжать и ставить главным аргументом, что это они поговорили с Путятиной и освободили наших военных и цивильных политзаключённых. Вот в чём Савкопритык, Савкогенотип и нашей нации, и нации всего по Савка как таковой. Продолжение следует...